Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы вместе с вами продолжаем изучать священную книгу «Деяний святых апостолов». У нас сегодня 17 глава, и мы вместе с апостолом Павлом проходим это нелегкое, многотрудное путешествие. Апостол Павел уже на Балканском полуострове только что вышел из темницы, как вы помните, его обвинили, посадили, но вместе с силой они молились, землетрясения, двери темницы раскрылись, и потом темничный страш, он крестится, и потом вроде хотят их уже выпустить, а Павел требует, чтобы воеводы города они принесли официальные извинения в том, что их незаконно посадили. Ну и эта просьба была уважена, но при этом апостола Павла попросили удалиться из тех мест из-за того, что слишком много происходило возмущений. И вот так мы читаем дальше. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, город достаточно известный, где была иудейская синагога, и, кстати, это место сохранилось до сих пор, вот эта синагога, где проповедовал апостол Павел. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Ну, здесь вот окончание вот этой фразы, «которого я проповедую вам» имеется в виду, что как бы Лука он цитирует Павла, что вот апостол Павел три недели подряд, да, как вообще проповедь строилась, что вначале пытались в синагогах. Ну, это и понятно, почему так? Потому что Христос был обетованной Мессия, и как казалось, что вначале где надо о нем говорить? Там, где должны были ждать Христа, то есть в среде богоизбранного народа, и где уже слышали ветхозаветное Писание, потому что оно наполнено многочисленными пророчествами, предвозвещениями о Христе. Поэтому Павел начинает с иудейских синагог, а собираются там по субботам, вот три субботы подряд он проповедует им, и что он доказывает, что Мессия – это именно Христос, это страдающий Мессия, как открыто было в Ветхом Завете, не просто вот торжествующий, как многим хотелось, что он придет как победитель, как торжествующий, как царь, да, всех вот там, всех плохих сразу устранит, убьет, вот, и Израиль будет царствовать над миром, ну и так далее, вот все вот эти известные мифы, они в то время преобладали. А Павел пытается из Ветхого Завета доказать, что Христос есть прежде всего страждущий Мессия, да, что он уязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего на нем, язвы его, мы исцелились, вот как пророк Исаия об этом предвозвещал, ну и другие пророки, вот Павел именно этим и занимался, что в синагоге, вот в данной в городе Фессалонике, он пытается доказать, что Христу надлежало пострадать, но, а затем воскреснуть из мертвых, и что вот это есть Христос, Иисус, которого мы и проповедуем вам. Каков же был плод его проповеди в данной синагоге? И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эленов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин немало. То есть мы видим, что, в общем-то, проповедь, ну, достигает определенной цели, и ряд людей, они прислушиваются, они убеждены, да, что вот были пророчества именно такие, и эти пророчества именно во Христе исполнились. Кстати, до сих пор, вот когда идет полемика христиан и иудеев, и вот с тех самых времен, и вот, допустим, святой Иустин Философ, вот он писал диалог с Трифоном иудеем, где он как раз объясняет ветхозаветные писания, показывает, что они исполнились во Христе, и вплоть до сего дня, на самом деле, все вот эти споры, они как раз сводятся к тому, и, в общем-то, мы и объясняем, что пророчества ветхозаветные, они во Христе исполнились, и об этом написано множество книг, и, собственно говоря, все действительно сводится к Спасителю, который претербел страдания и который победил смерть, да, воскрес, и поэтому сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе я положу врагов твоих под ножи и ног твоих, да, и Давид называет его Господом своим, предвещая Христа, и вот некоторые из иудеев к этому прислушиваются, и в то время вот часть из них присоединилась, но прежде всего кто? Тут упоминаются эллины, чтущие Бога, то есть это празелиты, понимаете, это нечистокровные евреи, а те греки, которые, в общем, разочаровались в язычестве, в этом многобожии суеверном, и приняли единого истинного Бога, и ходили уже они в синагогу, слушали Писание, их великое множество сказано, великое множество из эллинов, чтущих Бога, обратилось, также и знатных женщин, то есть, как некая особая категория, высокопоставленные лица женского пола, которые, ну, вероятно, тоже они, может быть, были вот из среды язычной, которые обратились ко Христу, и они пользовались уважением, и вот эти уважаемые в городе женщины, они принимают проповедь Павла. Но, читаем дальше, но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Вот тут, на самом деле, как бы просто берется некий такой фрагмент, маленький такой, как бы некий штрих описывает Лука, но он свидетельствует о очень многом, о условиях той проповеди. Во-первых, то, что Павел, ему надо было где-то останавливаться, где останавливался вместе силы в доме некоего Иосона. Вот тут упоминается вот этот Иосон. Собственно, трудно сказать, кто он был. Был ли он, скажем, из иудеев, которые уверовали, либо был он язычник, который принял веру во Христа. Но, как бы там ни было, Иосон, он христианин, он помощник апостолу Павла, и, так сказать, Павел опирается на него и остановился у него. Да, а иудеи, ведь не все же приняли проповедь, и неуверующие иудеи, они поднимают возмущение. Вот это тоже такая яркая черта, что те, кто противится благовествованию, они не чураются никаких средств. И они самые жесткие меры готовы применить. И вот, кстати, в гонении на христиан уже в самые первого века, вот мы обычно как думаем, что, ну, это вот все там языческая власть, вот, гонение там при Нероне, при Трояне, при Диаглетяне. На самом деле часто первыми инициаторами выступали именно иудеи, которые доносили языческим властям на христиан, пытались всячески их подставить. Но и в каких-то случаях именно иудеи сами выступали инициаторами гонений. И в данном случае, когда Павел проповедует, что мы видим, что иудеи взяли с площади некоторых негодных людей. То есть площадь – это место, где много людей ходит, да, там и могли быть и какие-то торговые ряды, там же могли собираться для решения каких-то важных вопросов. Ну, в общем, там много людей. И, соответственно, там бывают и бездельники, и проходимцы, какие-то вот негодные люди, которых легко на что-то подговорить, подкупить. И представьте себе, что вот эти вот иудеи, которые, ну, вроде должны быть благочестивыми-то, верующими. Ну, хорошо, вы не согласны, но вы же, в общем-то, стараетесь заповеди Моисеева исполнять. А нет. Они что? Они возмущают весь город и опираются на вот этих негодных людей, сказано. И стараются применить грубую физическую силу. И вот обступают дом Иосона, где находится апостол Павел, где сила, и требуют, чтобы вывели Павла к ним. А для чего? Для расправы. Здесь все будет очень быстро решено. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса. То есть можно представить, что уже целый мятеж поднимается. Ну, представьте, какой это шум. То есть на самом деле за этим стихом что мы видим? То, что они ворвались в дом Иосона. Они искали там внутри Павла, его сподвижников, но не нашли. Не нашли почему? Потому что Павел просто так на месте не сидел, он проповедовал, он трудился благовествуя. А вот эти возмущенные иудеи с негодными людьми, они хватают и Иосона, и некоторых братьев, то есть христиан, и влекут их к начальнику, и шумят, кричат. Ну, представьте себе, когда городским властям, особенно в то время, приходит возмущенная толпа, вот все кричат, шумят, эмоции плещут наружу, и они указывают на христиан, как на виновников. А как обвиняют? Обвиняют их не в религиозных каких-то там ошибках, что они по-другому верят как-то, а обвиняют их, предъявляют им политическое обвинение, то есть самое страшное, ну, с точки зрения городских вот этих административных лиц. То есть иудеи знают, как лучше нанести удар по христианам. И говорят, что вот они выступают против кесаря, против императора фактически, это кесарь – это одно из имен императора. То есть это вот возмутители порядка, говорят они. И они царем называют другого, то есть Иисуса. Но спаситель-то говорил «царство мое не от мира сего», он никогда не претендовал на роль императора в Римской империи или в какой-либо другой империи. Но для начальства в любом случае ситуация она какая, что вот есть возмутители, да, вот какой-то политический контекст, и все это очень неудобно. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иосоны и прочих, отпустили их. Однако же на этот раз что получается? То, что вот этот как бы напор со стороны враждебных иудеев, он вдруг наталкивается на некое, ну, хладнокровие городских начальников. То есть они получают удостоверение от Иосоны, ну что, то есть тот им спокойно все объясняет, что и как происходит, что в общем-то вопрос-то он религиозный, да, и к политике не имеет никакого отношения, поэтому их отпускают. А надо понять, что накал внутри вот этого общества в Фессалонике, он остается, то есть иудейская диаспора там, видимо, ну, судя по тексту, она была немалой, и из-за этого накала, значит, что тут дальше мы читаем? «Братья же немедленно ночью отправили Павла и силу в Верею, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую». То есть тоже вот за этими краткими словами там, ну, целая история, то есть фактически христиане, в городе Фессалонике, они пытаются вот тайно припроводить Павла и силу в Верею, потому что накал этих иудеев, он слишком такой вот мощный, поэтому ночью, когда никто не видит, припровождают Павла и силу в другой город, в город Верею. А Павел и сила, вот что интересно, они не боятся, то есть, да, тут их хотели там и убить, и осудить, а они как только приходят, они тут же отправляются в синагогу иудейскую для продолжения проповеди. И тут вдруг мы видим иную ситуацию. Здешние были благомысления фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писание, точно ли это так. Ну, все зависит на самом деле от конкретных людей, от тех, которые вот тут собрались. Если там много слишком спорливых, да, они будут спорить, если много каких-то критиков, которые, ну, ко всему не доверяют, то они тоже будут так и других баламутить. А здешние вот те, которые в Вереи, ну, город, видимо, попроще был, нежели фессалоники, люди с большим доверием отнеслись, и они внимательно ежедневно, то есть, не просто по субботам, а ежедневно рассматривали писание, точно ли это так, а точно ли это так, это что? То, что действительно Мессия – это Христос, который и должен был пострадать, как это предвещали пророки Ветхозаветные, вот они разбирали, и оказывается, действительно, все это сходится во Христе. Кстати, и 77, вот те, помните, 490 лет, которые предвещал Даниил, они на самом деле падают на эпоху жизни Христа, там по-разному высчитывают, кто-то к Рождеству Христову, кто-то к моменту его страданий в воскресенье, но в любом случае падает всецело на жизнь Христа, 490 лет, которые предвещал пророк Даниил. И вот эти вот иудеи, верийские, они тщательно все это рассматривают, точно ли это так, и многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин, из мужчин немало. Казалось бы, проповедь, она набирает здесь вот ход, вот сейчас они все примут, но понимаем, что противодействие не заставит себя долго ждать. Что-то мы тут читаем. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и вери и проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда. То есть, представляете, какие люди, то есть, им недостаточно было, что Павел от них ушел, им хотелось и туда прийти и продолжить свою борьбу с Евангелием. Значит, вот они пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. И получается так, что здесь тоже ситуация начинает накаляться, появляются споры. И те, которые только поверили, ну, одни из них продолжают верить, другие начинают сомневаться. В общем, ситуация выходит из-под контроля. И тут мы читаем. «Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а силы Тимофея остались там». Ну, то есть, Павел пошел к морю, ну, пойду-ка я просто прогуляюсь. А на самом деле он вообще хочет как бы тоже бежать из города. Но если бы он выходил, ну, как-то прямо вот поспешно выбегал, да, там, или там уезжал на чем-то, то это вызывало бы какие-то подозрения, а тут он просто, как бы он идет прогуляться. На самом деле он тем самым бежит, но не подает виду. И вот братья его отпустили, как будто идущего к морю, а силы Тимофея остались там. Ну, почему так? Потому что Павел, он явно выделялся как лидер, как такая вот яркая фигура, которая... У него очень тонкий ум, да. Он прекрасно владел ветхозаветными писаниями, получив фарисейское образование, в школе гамалиила учился, но кроме того, он еще обладал и таким, конечно, эллинским философским образованием, то есть у него ум зрел смыслы, ясно. И поэтому, конечно, в беседе не было равных, и он умел аргументировать, он уже первые ошибки как-то вот преодолел. Ну, первой проповедь его, как мы помним, она не очень была успешной, а потом вот уже в этих миссионерских путешествиях слово его действительно доходит до разделения души и духа, да, там, и как он сам потом будет писать, что это слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоостро. И поэтому понимали, что это как бы как военачальник, которого надо поразить, и тогда вроде как бы исчезнет проблема, но на самом деле и его сподвижники проповедовали не хуже, то есть они делали свое дело, может быть, проповедь была не такая массовая, но все-таки проповедь была качественная. Поэтому силы Тимофея там остаются, продолжают благовестие. А что Павел? «Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и получив приказание к силе Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились». То есть фактически Павел приходит в главный греческий город, ну, на тот момент, конечно, Греция, она включена в Римскую империю, но все-таки Афины – это центр культуры, да, центр философов греческих. Поэтому город, который, конечно же, заслуживал проповеди, и людей там много было. Но тут какая ситуация, что Павел тут оказался на какое-то время совершенно один, в таком одиночестве чисто человеческом, потому что братьев, христиан нету, все ушли туда, да, и вот он один. И тут ему, конечно, становится немножко так вот на душе нелегко, читаем. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов». Ну, получается, что все чужое, да, вот братья вынуждены уйти, он один. Кругом идолы, причем чуть ли там не на каждые 50 метров, ну, представьте там, что везде вот эти идолы, и везде одни вот эти язычники ходят. Да, и ему, конечно, было так тяжеловато в душевном смысле, он, ну, возмутился духом, ну, то есть испытывал некую печаль, смятение, но, тем не менее, он продолжает проповедовать. «И так он, читаем мы, рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися». То есть вот можно представить, как Павел, посещая, ну, синагогу, понятно, да, там иудеи, чтущие Бога — это празелиты, как мы уже говорили, а кроме того, каждый день вот он ходит по площади, а на площадях там ведь и раньше, понимаете, разные философы тоже ходили, вот как Сократ, да, который собирал учеников, и вот они вели свои вот эти диалоги, диалоги Сократа, ну, это Платон уже записывает, как некую такую увлекательную беседу, и Сократ иногда задает вопросы своему слушателю, чтобы как бы подвести его к познанию истины, или там вот эти, скажем, последователи Аристотеля, Перипатетики, которые тоже прогуливаются туда и сюда, Перипатео, значит, по-гречески ходить туда и обратно, как бы прогуливаться, вот, и во время этих прогулок Перипатетики тоже обсуждают какие-то истины, и вот Павел в этой самой традиции философской, он ходит по этой площади афинской, это, да, площадь Марса, видимо, так она называлась, и он беседует со встречающимися, а философскую беседу многие там любили среди афинян, но он уже начинает подводить их к познанию Бога Единого и к познанию Христа. И что тут мы читаем? Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. Ну, это, конечно, две такие видные школы, правда, они не единственные, конечно, но эпикурейцы, как бы, такие материалисты, которые считали, что подлинное счастье это вот в том, что, ну, достичь как бы жизненного комфорта, что в всяческом таком упразднении всего, что лишает тебя жизненного комфорта, да, ну, более чувственная такая сторона, а стойки – это уже, конечно, более такая умозрительная философия, и, ну, стойки, они, понимаете, верили в судьбу, допустим, да, и говорили, что вот есть некий рог, поэтому, как ни пытайся топить страдания в чашу удовольствия, все равно ничего не достигнешь, все равно мера страдания, если она тебе предписана, то она так и будет. Поэтому, если не можешь изменить ситуацию, то измени свое к ней отношение, это чисто такой стоический девиз, вот, а эпикурейцы, они именно пытались топить страдания в чашу удовольствия, правда, не очень получалось, вот, ну, как бы там ни было, вот эти две школы, ну, конечно, у них учение намного более, там, сложное, и много всяких размышлений высоких, может быть, мы не будем все это упоминать, но вот они спорили с Павлом, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье, то есть проповедь Павла, она была новой в Афинах, этого еще никто из них не слышал, и поэтому для философов это тоже такое, как бы, испытание, да, что вот некий Иисус, который сын Божий, да, вообще мы исповедуем, что Бог отец, сын и святой дух, и поэтому, может быть, некоторые из этих философов, они по-своему, как бы, понимая проповедь Павла, говорили, что он проповедует о чужих божествах, но кто-то скептически, что вот он, значит, как некий суеслов, то есть пустое говорит, кто как, и взяв, привели его в Ариапак, то есть получается так, что, несмотря на вот это скептическое отношение, они все-таки заинтересовались, потому что так просто приглашать его в Ариапак никто бы не стал, а Ариапак это место для высшего, как бы, ну, Верховного Совета в городе Афины, там и судебные заседания, и общественные какие-то собрания могли проводиться, ну и в том числе вот могли послушать какого-нибудь нового философа. Да, и вот цитируем книгу Деяния, и взяв его, привели в Ариапак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою, ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Все-таки интерес у них какой-то появился, и тут вот такое уточнение, которое делает Лука, афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Ну, тут надо понимать, что таких средств массовой информации не было, да, там ни газет, ни журналов, ни тем более интернета, никто там не посылал друг другу в социальных сетях какие-то там сообщения, не выставлял, и скудность информации, а при этом сам город, он наполнен любителями философии, а философия, она всегда основывается на неком рассуждении, да, и когда вот что-то новое в этих рассуждениях, а это как бы пробуждает в тебе мысль, мысль просыпается, и поэтому философы любят послушать новое. И так вот они приглашают его в Ариапак, и они понимают, что он говорит о чем-то новом в религиозном смысле. И вот речь Павла в Ариапаке, она очень уникальна, как речь христианского проповедника в такой как бы иной среде, где апостол Павел, он не пытается вот их подстроить под себя, а пытается как бы вот нащупать вот те мосты, по которым можно как проложить дорожку, чтобы они смогли от язычества все-таки перейти к христианству. Читаем. «И став Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Ну тут правда выражение «как бы» является ключевым, да, вроде как бы набожны, но в каком смысле? Но он не обвиняет их, понимаете, он сразу их там не пытается уличать, вот вы там чтите там не пойми кого, мифологии ваши там странные и все тому подобное. А он говорит, вот вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя и осматривая ваши святыни, он не говорит вообще вот святыни, а именно ваши, то, что у вас почитают святынями, для меня-то это нет, но все-таки для вас это святыня. Значит, осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Научные сведения подтверждают, что был такой жертвенник, ну по-разному его там трактуют и там какие-то сказания, предания приводят, но на самом деле все очень просто. То есть, так как они были очень такие суеверные люди, очень суеверные, вот афиняне были настолько там суеверные, что там то же самое, ну как и сейчас, там черная кошка-то перебежит дорогу, он там плюет, ну у них то же самое, только если хорек перебежит дорожку, там он там начинает отплевываться и описывает все это в древних произведениях, вот, и поэтому у них как считалось, что вот мы чтим разных богов и разные идолы там и жертвы приносят, а вдруг есть такой бог, которого мы не знаем, и из-за этого мы его не чтим, и поэтому он может на нас обидеться и доказать. Вот на всякий случай, если вдруг мы не знаем какого-то бога, то сделаем для него жертвенник, этому неведомому богу, и будем приносить ему время от времени жертвы. И вот Павел понимает, что они действительно не знают подлинного бога, они не знают. Того бога, который сотворил небо и землю, да, море и все живущие в нем, да, и ангельские миры, мир людей, вот, бог, который, зная, ведает все это прошлое, настоящее будущее, в руках содержит весь мир, и вот этого-то бога они не знают. И, значит, он и говорит, что вот я нашел вот этот жертвенник неведомому богу, сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. То есть Павел как бы уже раз вот с ними объединился, да, вот есть жертвенник неведомого бога, а вы действительно не знаете, а вот я его-то и проповедую, и они внимательно его слушают. И дальше-то Павел уже начинает им более детально объяснять, но он использует не ту тактику, которую в синагогах, тем надо было ветхозаветное писание, а эти-то не знают писания ветхозаветных, поэтому он им говорит о единобожием монотеизме, и он так им говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». То есть Павел пытается показать, что не нужно вот думать, что небесный мир, он состоит из таких как бы башков маленьких, которые, ну что-то они там делают, но в том числе требуют себе почитания, вот как, знаете, в Вавилоне там был даже такой обряд кормления Бога, то есть вот стоит там идол божества какого-то, вот, и надо было в определенное время, в урочный час преподносить ему еду, чтобы он вкушал, и действительно определенный ритуал, вот ставит перед ним эти яства и уходит, потому что нехорошо присутствовать, как бы смущать взор божества, когда он и будет трапезу свою совершать. Ну возникает вопрос, что же там, когда они приходили, еда исчезала там или оставалась? Нет, она оставалась, но считалось, что Бог, он вкушает как бы своим взором вот эту еду. Или они, допустим, в основном как? Так, приносили в жертву, то есть, ну, сжигали, да, и считалось так, что вот этот дым, который исходит от жертвы, он и кормит богов, и привлекает их внимание, что богам приятен дым от жертв, то есть как бы они питаются, подпитываются этим дымом от жертв, да, и соответственно они будут расположены к людям. А Павел говорит, что это все, конечно же, не так, потому что подлинный Бог, он все это сотворил, сотворил вот как он пишет, мир и все, что в нем, да, он Господь неба и земли, то есть он над всем господствует, и, конечно же, он не живет в рукотворенных храмах в том смысле, ну, как вот человек в комнатке какой-то живет, да, и защищается от остального мира стенами. И Бога ты не поместишь так, что он только вот здесь и все, и поэтому он не требует служения человеческого, рук человеческих, как, ну, как будто он не может сам себя обеспечить, то есть ему надо поднести, там преподнести, облачить его, разоблачить, спать, уложить. Это все не нужно совершенно, потому что он сам всему дает жизнь и дыхание и все. Вот представляете, человек не может жить без дыхания, не может жить и не дышать. А кто нам дал эту способность дышать? Господь Бог. И он все нам дает, он сотворил нас, мы в его руках. И Павел дальше произносит, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. То есть Павел говорит, что именно Господь сотворил человека. И от одной крови, да, и то есть никакого эволюционизма, потому что там эволюционируют какие-то непонятные существа, вот и там эти особи, много их, да. А нет, все-таки есть вот Адам и Ева, и от них по всему лицу земли люди уже расселяются. И времена и пределы их обитания полагает Господь. То есть Он предопределил времена и пределы их обитания. То есть в руках Божьих исторические судьбы людей. И вот кто где живет. И поэтому не нужно задаваться вопросом, почему пигмеи там вот живут в этих теплых странах, или почему они такие маленькие, да. Почему там вот чукчи там живут, эскимосы там. То есть о каждом есть какой-то свой божественный промысл. Но при этом Павел, он подсказывает, дабы они, то есть эти народы, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Ну, он цитирует одного из языческих таких вот поэтов. Имя Его нам ничего совершенно не скажет. И стихотворение там, в общем-то, конечно, про Зевса. Но тут тоже как бы такой отдаленный образ. И просто мы Его и род в том смысле, что вот Господь нас сотворил, да. То есть дети происходят от родителя, а весь род человеческий происходит от Бога. Мысль, которую высказывает апостол Павел, она достаточно глубока на самом деле. Что вот для чего Господь людей помещает? Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут И вы знаете, я вот скажу прямо, что даже если брать, вот мы упоминали там вот этих разных язычников, ну, скажем, те же пигмеи там или какие-нибудь нанайцы или народы, населяющие Африку или Южную Америку. И вы знаете, даже у языческих народов есть тайные предания, в которых сохраняется вера в единого Бога, надмирного Бога, который именно сотворил мир, все, что существует, и Он над нами, Он наш Небесный Отец. Вот это вот в тайных преданиях есть у каждого языческого народа, ну, в некоторых вариациях, но именно учеными это давно уже исследовано. То есть, действительно, люди приходят к такому, ну, не то что выводу, это откровение изначальное, вот где-то оно хранилось, и человек призван искать Бога, и даже через видимую природу можно прийти к познанию Творца природы, ибо мы им живем и движемся и существуем. То есть, все, что есть у нас, все наши силы, они от Бога. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вот вы посмотрите, как много всевозможных суеверий, как люди уповают на какие-то амулеты, талисманы, на какие-то клыки хищника, я не знаю, там, куриный бог, там, не пойми чего, придумывают все вот эти всевозможные фигурки там из дерева, там, еще чего-то, и думают, что вот эти или бусинки какие-то, что они сами по себе обладают какой-то магической силой, защитительной, оградительной силой, и надо понимать, что ничего божественного и могущественного у этих тварных предметов нет, потому что Божество неподобно, да, там, золоту, серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вот все вот эти мифические существа, да, и боги, язычников, это от вымысла человеческого, но правда, этому вымыслу тоже сопутствовала дьявольская фантазия, вот как говорил святой Иустин, философ, что все идолы, все истуканы, которые изображают языческих богов, это на самом деле образы демонов, потому что демоны, являясь людям, кто-то там в виде дракона, кто-то с головой, там, я не знаю, быка, кто-то с головой орла, в общем, разные боги, как изображались, это от того, что дьявол и демоны его так соблазняли людей, но это все от вымысла, в том числе, во-первых, от дьявольского внушения, но и от вымысла человеческого, дальше фантазия, она у людей действовала просто очень, ну, зашкаливающе. И так, оставляя времена неведения, бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть, вот к чему подводит апостол Павел, что времена неведения, это что за времена? Это языческие времена, когда люди обогатворяли не пойми ничего. И вот эти времена неведения, они заканчиваются. И бог повелевает людям повсюду покаяться, а покаяние это полная перемена образа мыслей, что уже ты не мыслишь в языческих категориях, ты обращаешься к единому богу. Ибо он, бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, мужа с большой буквы, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот это как ключевая такая вот фраза, которую подводил апостол Павел, что будет суд, который всех ожидает. И праведный суд, а посредством Иисуса Христа, который победил смерть и воскрес. Мы пред ним отчитаемся в своих делах. Но Павлу не дали договорить. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Вот весть о воскресении, она всегда, конечно, так вот людей, ну, она звучала, конечно, это для кого-то соблазнительно, кто-то не мог поверить. А почему Павел-то? Потому что сам Христос в воскресе явился ему. И Петру явился, да, и другим явился, потому что Христос победил смерть, и Христос воскрес однажды и навсегда. То есть бывали чудеса воскрешения, там и в Ветхом Завете, святые воскрешали, но это люди воскресают тоже на некоторое время божественным чудом, но потом они тоже сподобляются общей участи и уже спят с телесной смерти до всеобщего воскресения. А Христос воскрес однажды, сказано, что смерть уже не имеет над ним власти. Павел же напишет в одном из посланий, что смерть уже не властвует над ним и не имеет над ним никакого, на него никакого влияния. И Павел на личном опыте мог засвидетельствовать, потому что он имел личное соприкосновение с воскресшим Христом. И так Павел вышел из среды их, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариапагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. То есть нам-то хочется, чтобы, ну вот, они выслушали, и все тут же принимают проповедь Павла, там и философы тут же готовы расстаться со своей философией и стойки, там и эпикурейцы, и перипатетики, все остальные, тут же вот они берут в руки Евангелие. Нет, человек очень, у человека все сложно внутри. И человек может критиковать сейчас, да, вот посмеется, скажет, послушаем тебя в другой раз, а внутри уже семя посеяно. Пройдет сколько-то лет, и вдруг он раз тоже принимает веру Христова. И плод вот этой проповеди Павла в Ариапаге, он был все-таки существенный, потому что обратился, сказано, Дионисий Ариапагид, женщина имени Дамарь. То есть они были уже известны. Вот Лука пишет для тех, кто для христианской среды. И Дионисий Ариапагид в то время он уже был известен. И мы, в общем-то, знаем, что это епископ, ну сейчас он только обратился, а в будущее он станет епископом города Афин. И даже вот он писал такие вот какие-то тоже богословские произведения. Конечно, есть определенные споры насчет вот произведений под его именем, которые написываются, а там о церковной иерархии, о небесной иерархии. Но, тем не менее, Дионисий Ариапагид – это был достаточно такая известная вот личность. И если бы Павел не проповедовал в Ариапаге, то как бы он обратился? Дионисий Ариапагид. Ариапагид почему? Потому что он тоже был член вот этого Верховного Совета в Афинах. Вот так что фигура очень значимая. И тоже, конечно, он из среды философов. И вот мы видим, что любая проповедь, если она грамотно выстраивается, если она идет от искреннего сердца, она обязательно увечается каким-то плодом. Ну, а на этом мы пока останавливаемся, да, потому что 17 глава завершилась. И в следующий раз мы посмотрим, как вот дальше продолжалась проповедь апостола Павла. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Храни вас Божие!